В Актау остро стоит вопрос трудоустройства инвалидов. На работу у людей с ограниченными возможностями предприятия не берут. Каждый раз у них на это множество причин. В итоге около 4 тысяч человек вынуждены обивать пороги центра занятости. Вся надежда у них на бизнесменов. Тамара Степанова встретилась с теми, кому повезло найти работу. Максим Исингалиев потерял всякую надежду. Несколько лет отец двоих детей не мог найти работу. Глухонемой мужчина готов был выполнять любой труд. Однако понимания со стороны работодателя таки не нашел. Спасителем для него стал владелец мебельного цеха. Два месяца назад частный предприниматель пригласил поработать Максима в его мастерской. Я очень доволен своей работой. Квалифицированные мастера научили нас изготавливать корпусную и мягкую мебель. Теперь у меня не только новая работа, но и новые друзья и коллеги, для которых моя глухота не проблема. Идею взять на работу инвалидов предприниматель Марат Ибрагимов унашивал давно. Сегодня вместе с четырьмя новичками в коллективе цеха 15 человек. Поначалу объяснялись письменно или при помощи тех же СМС-сообщений. Сейчас новоявленные мебельщики понимают все с полузгляда. Ребята начали работать лучше, чем хорошо. Они уже спокойно брали небольшие объемы свои. Тут мы подумали, они работают отлично. Почему они должны получать 35 тысяч оклад? Оценили их гораздо больше, в два раза. Получили они хороший оклад. Это было неожиданно для всех, но было очень приятно для них. В будущем думаю, что у них зарплата будет расти. В отделе занятости и социальных программ разводят руками. Решить проблему с трудоустройством инвалидов они не в силах. За год сюда обратилось 62 человека с ограниченными возможностями. Получить заветное рабочее место удалось не всем. На сегодня у нас продолжает еще состоять 42 инвалида. Это у нас 25 женщин, 17 мужчин. То есть в основном у нас по большому счету из всех обратившихся почти более 60% это женщины. А вакансии у нас в основном для мужчин. Вот это единственная сложность, что вакансии у нас не соответствуют нашему составу безработных. Вактау 6 тысяч инвалидов, из них 80% трудоспособны. В соответствии с законом социальной защиты работодатели должны следить за тем, чтобы как минимум 3% из числа их сотрудников составляли инвалиды. Однако далеко не все и не всегда идут навстречу людям с особенностями в развитии. По данным агентства по статистике, в Казахстане зарегистрировано более 500 тысяч инвалидов. Из них работы обеспечены только 12%. Чтобы хоть как-то сократить эту цифру в Актау, предприниматель Марат Ибрагимов собирается взять и женщин-инвалидов, которые будут участвовать в создании мягкой мебели. К слову, швейные машинки он уже закупил. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Актау.